Ну а несколько алданских семей готовятся к пополнению. Скоро к новым родителям придут приемные сыновья и дочери. Как наладить контакт? Какими правами обладает ребенок? Очень многое мама и папа узнают на занятиях в школе приемных родителей. На одной из лекций в Алдане побывала Татьяна Вахнина. Нормы веса новорожденного, помесячное развитие, питание и уход, необходимые прививки, массу полезного районный педиатр Марина Розинская рассказала на первой лекции. Прошедший в центре семейного устройства. В семьях слушателей скоро появятся дети, неродные по крови. В настоящее время будущие мамы и папы проходят обучение в школе приемных родителей. Обучение проводят психолог, юрист и педиатр. И если говорить, то вот такие вот материалы, это все присланы из Якутска, из Министерства образования. Первых слушателей школа приемных родителей, образованная при Алданском детском доме, приняла осенью 2014-го. За два года при мудрости выстраивания отношений с детьми освоили более полусотни мужчин и женщин. Любящих мам и пап обрели 52 ребенка. Из них шестеро – воспитанник детского дома. Курс обучения в школе приемных родителей проходит не только те, кто планирует принять в семью ребят из детского дома. Сегодня закон требует соответствующих знаний, умений и навыков от людей, по каким-то причинам взявших на себя заботу о родственниках, племянниках или внуках. Без вот такого свидетельства человек не может не усыновить ребенка, не взять под опеку. Свидетельство об окончании школы приемных родителей действительно на всей территории России. Срок его действия не ограничен. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.